Hyundai Santa Fe 2006 года двигатель D4EB рядная четверка турбодизельная с ременным приводом ГРМ текут форсунки как можем видеть клапанная крышка вся мокрая на нем мы будем менять гидрокомпенсаторы ставить заглушку EGR и фрезеровать шахты форсунок для более плотного прилегания прокладки то есть металлической шайбы и для более плотного соединения герметичного сняли клапанную крышку с постелью распредвала и с самим распредвалом видим что двигатель внутри довольно таки сильно закопченный то есть в саже говорит нам о том что скорее всего форсунки были не герметичные то есть не герметизировали достаточно камеру сгорания и выхлопные газы попадали под клапанную крышку раскидали постель видим распредвал и сразу же бросается в глаза это задиры на шейках очень сильные то есть ноготь прям туда глубоко в них уходит и цепляется и это на каждой шейке такое происходит это в результате масляного голодания масляное голодание происходит в результате подвисания либо износа либо поломки клапана обратного клапана масляного фильтра также косвенной причиной масляного голодания как я уже сказал может стать избыток сажи в масле так как не герметичны данные шайбы которая также забивает тонкие масляные каналы в двигателе поэтому всем владельцам двигателей D4EB нужно обязательно следить за обратным клапаном масляного фильтра а также состоянием шайб форсунок клиент решился на замену распредвала это было очень правильным решением потому что с таким распредвалом конечно будет пониженное давление в масляной системе будет постоянно масляное голодание будет повышенный износ всех трущихся деталей двигателя также мы заменили гидрокомпенсаторы мы поменяли фильтр картриджного типа на обычный железный фильтр вот сейчас я его покажу вот он стоит могу показать также на примере такой же двигатель D4EB вот такой фильтр мы установили плюс его в том что при замене данного фильтра меняется также редукционный клапан то есть он не успевает износиться прийти в негодность начать клинить а в данном фильтре редукционный клапан он получается встроенный в корпус вот он там находится вот он этот клапан и со временем особенно когда туда начинает попадать грязь сажа также продукты износа клапан начинает подклинивать не закрывается до конца и перестает держать нужное давление из-за этого возникает массное голодание которое на ранних стадиях как мы видим приводит вот к такому износу а если запустить этот процесс то и двигатель можно потом просто выкинуть на помойку сейчас с установкой железного фильтра эта проблема решена все раз в 10 тысяч менять и все будет в порядке сейчас осталось нам проверить форсунки на стенде также будем менять вот эти шайбы уплотнительные и фрезеровать шахты форсунок для плотного прилегания шайб и для лучшей герметичности камеры сгорания форсунки проверены почищены сейчас их смазываем специальной высокотемпературной смазкой и будем устанавливать шахты фрезеруем с помощью специального набора после фрезеровки шахты устанавливаем форсунки на место также меняем заглушки форсунок на новые оригинальные они из пластика их от температуры уже коробит ведет резинки дубеют да сажают сажают на герметик они все не держат также меняем фильтр тонкой очистки фильтр с подогревом фильтр тонкой очистки рекомендовано менять раз в 30 тысяч километров пробег автомобиля 173 тысячи 20 километров сейчас подключили сканер через OBD разъем и выгоняем воздух из топливной системы автомобиль готов клиент попросил мойку подкапотного пространства чем мы сейчас и занимаемся все моторный отсек вымок чисто красиво двигатель работает классно никаких течей нет автомобиль ждет своего владельца